Всем привет, это Михаил Гребенюк, и в этом видео мы поговорим о самых популярных трендах в развитии бизнеса на 2021 год. Сразу начинаем. Первый тренд — это, конечно же, удаленка, которая произошла из-за пандемии, которую все мы пережили в 2020 году. Моя компания была не исключением, мы тоже перешли на удаленку, отказались от офиса. Я патологически ее боялся, думал, что невозможно нормально мотивировать команду, невозможно найти крутых спецов на удаленке, невозможно построить большой бизнес. Но все это на самом деле просто страхи, не имеющие ничего общего с реальностью, и потрясающая компания растет, мы выросли по оборотам, и регулярный менеджмент не хуже. Но фишка в том, что самая главная соль, что люди, которые работают на удаленке, получают возможность пользоваться всем рынком труда, не только своего города, а вообще, в принципе, всей страны. И даже те компании, которые завязаны на оффлайне, например, это производство, наши клиенты, у которых свои производственные площадки, тем не менее, имеют руководителя отделов продаж, HR-директоров, отделы продаж, отделы маркетинга дистанционно по всей стране разбросаны. Раньше, до пандемии, удаленка была чем-то эксклюзивным, да, то есть доступная лишь избранным. А сейчас люди, поигравшие в нее, очень многие специалисты и предприниматели вынуждены были так поработать, поняли, что в этом ничего страшного нету. Если вы от нее откажетесь и не будете пробовать на этой истории развиваться, высок риск, что какой-то Вася завтра откроет контору по типу вашей, скопирует ваши бизнес-процессы. Но за счет того, что они будут делать это все удаленно, они будут, а, дешевле, а значит, их продукт будет более дешевым и выгодным по цене. И он будет гораздо быстрее масштабироваться, потому что у него будет доступ ко всем 147 миллионам человек в нашей стране, а не только к людям вашего города. Поэтому внимательно посмотрите на этот тренд, подумайте, какие-то позиции, возможно, вы давно не можете у себя закрыть, или вы с трудом закрываете. Может быть, их уже давно было нужно перевести на удаленную работу. И сразу переходим ко второму тренду. Этот тренд касается маркетинга, а точнее его цифровизации и настройки четких аналитических панелей, сквозных аналитик, для того, чтобы вы понимали, как владелец бизнеса и топ-менеджер, сколько на его канал вы тратите денег и сколько денег, какой канал маркетинга вам приносит в виде прибыли. Раньше, опять же, это было доступно лишь избранным за счет того, что не было огромного количества сервисов, типа как Ройстад. Очень много специалистов научились пользоваться Google Data Studio, Google Analytics и Яндекс.Метрикой. И за счет этого можно абсолютно легко, даже я без какого-то специального образования маркетинга, могу посмотреть трафик на сайте, посчитать сквозную аналитику, стоимость клиента, стоимость конверсии. Иными словами, если все упростить, к чему бы я призывал владельцев бизнеса в этом году особенно, это очень точно контролировать метрику, сколько сейчас стоит новый клиент вашей компании, по какой цене вы его покупаете. И сделать все для того, чтобы вы покупали его как можно дешевле, но могли позволить себе его купить гораздо дороже. Здесь очень важный момент, прокомментирую. Действительно, в любом рынке побеждает та компания, которая может позволить себе покупать клиента дороже. Потому что любые интернет-площадки Яндекс, Гугл, Фейсбук, Инстаграм, Вконтакте, Мейл.ру, они все используют принцип аукциона. Кто больше поставил ставку за клик, кто-то побеждает. Соответственно, у кого выше ставка за клик, у того и дороже клиент. Но, если вы можете платить самую высокую ставку клика, то вы вышибаете из аукциона всех своих конкурентов. То есть, просто площадка показывает только вас и больше никого. А значит, ваши конкуренты просто тупо не получают трафика. Если эта мысль вам показалась любопытной, но вы не до конца ее догнали, не отчаивайтесь. Я очень подробно об этом написал в своем телеграм-канале. Пост вы можете туда зайти и с помощью хот-кейв и хэштегов найти этот пост, просто пролистав ленту. Вот по этим видео я оставляю ссылку на свой телеграм-канал. Следующий третий тренд 2021 года, на мой взгляд, это визуализация данных. Опять же, появилось огромное количество систем и платформ, которые позволяют с помощью одного клика на телефоне открыть дашборд вашего HR-департамента, дашборд маркетинга, дашборд отдела продаж. И прямо сейчас мы активно этим занимаемся в нашей компании, создаем дашборды под каждого руководителя. Что бы сделал я на вашем месте? Я бы попросил ваших IT-специалистов сесть вместе с вами, с каждым руководителем подразделения, например, с HR-директором, и прямо на листке бумаги нарисовать идеальный дашборд. Какие метрики хотел бы видеть HR-директор в любую секунду времени, чтобы они были актуальны перед ним? Какие ключевые метрики хотел бы видеть руководитель отдела маркетинга, руководитель отдела продаж, начальник производства, начальник цеха, начальник службы качества или финансового директора? И чтобы из всех систем 1С, Amos, Bitrix24 и так далее, данные подтягивались в этот дашборд, и в один клик вы могли даже сидеть на Мальдивах, посмотреть, что сейчас происходит с какой-то метрикой и каким-то подразделением. Эффективность этой истории заключается в том, что скорости от года в год возрастают, и побеждать будет та компания, которая гораздо быстрее будет реагировать на какие-то изменения, показатели в своем бизнесе. То есть не спустя 3 месяца, когда у вас уже выручка не растет уже давно, да, вы это обнаружили, а еще сегодня, когда вы увидели, что у вас уже 3 или 4 дня подряд не растет количество подписчиков или просмотров на YouTube, или у вас не растет количество новых заявок в CRM-системе, или отдел продаж упал по количеству нового трафика, который он звонит новым клиентам и так далее. Поэтому очень важно держать так называемую руку на пульсе, да, чтобы у вас была рука на пульсе постоянно, что происходит с ключевыми метриками вашего бизнеса. И дашборд это лучше для этого инструмента. Могу рассказать наш пример, который случился буквально в конце 2020 года, и мы создали дашборд в отделе маркетинга и увидели, что очень большое количество клиентов к нам приходит после просмотров наших видео на YouTube. А YouTube-канал мы подзабросили, честно, да, и там долгий период времени мы активно не занимались. Вот. А потом мы построили дашборд количеству просмотров на YouTube-канале и подписчиков. И увидели, что тренд был падающий. То есть представьте себе, мы видим, что эта площадка дает нам огромное количество клиентов, но при этом тренд падающий. Ну и именно поэтому прямо сейчас я сижу и записываю это видео, потому что YouTube крайне выгоден для нашей компании. И если вы прямо сейчас подпишетесь на наш канал и поставите лайк для этого видео, то я вам буду искренне очень благодарен. Следующий тренд это сильный цифрованный построенный системный отдел продаж, который не завязан на владельца бизнеса. Это значит, что в нем есть строкоте отдела продаж, желательно не один, чтобы была конкуренция. Есть сильная команда продавцов, есть описанные регламенты, есть внедренная и реально используемая CRM-система, которой можно доверять и верить вне карточки актуальные, задачи актуальные, статусы актуальны. Это построенный отдел контроля качества, который слушает на ежедневной основе отдел продаж, их звонки, встречи и разборы с ними проводят, их косяков, ошибок и показывают успешные прецеденты. И прописанные скрипты. Если вы владелец бизнеса и не можете свой отдел продаж назвать системным, если вы отходите на пару месяцев и все начинает резко падать по статистикам, если вы слушаете звонки своих продажников, а после этого хотите их поджигать и обливать бензином, то значит, что мы точно можем вам помочь. И вот здесь, кстати, под видео есть ссылка на наш главный сайт, на котором можно ставить заявку. Мы расскажем, как мы можем вам очень быстро помочь выстроить нерушимую систему продаж. Еще один тренд 2021 года это наладка для малого и среднего бизнеса финансового планирования и жизни по фондам. Это чтобы вы четко понимали, куда попадает каждый пришедший новый рубль в вашей компании и как он растекается по фондам и сколько на самом деле вы имеете право тратить денег на маркетинг, сколько вы имеете право денег вынимать, сколько вы на самом деле имеете право инвестировать в развитие. Нашей компанией-то внедрено, у нас в компании применяется безокладной системы мотивации, у нас в компании, у всех сотрудников отсутствует оклад, мы живем только по фондам и за расходы, затраты в компании уже давно отвечаю не я, а команду. То есть сами руководители принимают решение, сколько денег, на что они на этой неделе потратят. Для этого у них есть инструмент, который называется фонды. Я им дал доступ к фондам, они видят, сколько денег о комфонде и принимают решение. Единственное, что я могу сделать, это наложить право вето на какую-то их заявку, если я вижу, что она неадекватная или нецелесообразная для развития компании. Но делаю это крайне редко. Так что передать ответственность за распределение расходов и создание дохода команде, внедрить финансовое планирование жизни по недельным периодам и жизни по фондам, это очень важный инструмент для того, что ваш бизнес вам большим. Потому что чем больше денежные потоки, тем сложнее финансовый учет, а значит, тем выше риск влететь в кассовый разрыв. И однажды проснувшись, офигеть, что у вас минус 156 миллионов рублей. Ну и последний, на мой взгляд, тренд в этом году это научный подход к найму персонала. Не на ощущениях, не на основании каких-то умозаключений, а использование реально выверенных рабочих тестов, которые могут предсказать поведение человека, могут предсказать его личностные характеристики, личностные качества, определить его скорость развития, скорость усвоения материала, информации, критического мышления, драйва, социального интеллекта и так далее. Например, мы в нашей компании Гребенюкризалтинг активно используем тесты компании Экопси. Можете зайти на Яндекс или Гугл, найти их сайт. Это компания, которой более 30 лет. Это никак не реклама, я не имею никаких партнерских отношений с ними, просто искренняя рекомендация. И, например, тесты Экопси используют компании Роснефть. То есть, в принципе, если этот тест на... У них есть там очень крутой тест, называется PIF. Potential in Focus, что означает потенциал человека в новой деятельности. И как раз-таки, если вы этот тест не пройдете на 70, по-моему, 8 баллов и выше из 100, финальная оценка, то вас никогда не поставят на топ, управляющую позицию компании Роснефть, как пример. Ну и, собственно, вот этот тест PIF от компании Экопси мы проводим при входе в компанию для всех руководителей. То есть, если человек претендует на какую-то важную позицию, на ключевую или на руководящую, то мы обязательно прогоняем. Мы смотрим на итог. Он прям очень четко показывает, какие у человека могут быть подводные камни при работе с ним. И вот реальная история из последних. Мы сейчас собеседовали веб-аналитиков компании. Очень важная позиция, которая будет являться, по сути, инженерным мозгом, отделом маркетинга. И он очаровал HR-ов, очаровал кейсами HR-директора. Он показал реально классные вещи, что он умеет делать. Он понравился руководителем маркетинга. Но по итогу этого теста его потенциал был оценен в 9 баллов. И этой цифре мы доверяем, потому что мы проводили диагностику этим тестом практически всех сотрудников компании. И те люди, которым было тяжелее всего, которые хуже всего развивались, росли, которые требовали очень большого влияния ресурсов, чтобы они развивались, действительно набирали очень маленькие низкие оценки. А те, кто реально были красавчиками, просто так с полпинка заводились и делали классные результаты в статистиках, как правило, эти люди имели очень высокие показатели и баллы. Собственно, вот мы благодаря этому тесту, наверное, слава богу, этого человека не взяли. Ну, если совсем так подытожить, все вместе собрать, то есть глобальный тренд того, чтобы бизнес, слава богу, что малый и средний бизнес перестал мериться количеством крепостных голов и душ, которых у него находятся на работе, и перестал мериться обороткой. Потому что самые главные два показателя – это валовая прибыль бизнеса, а не просто оборотку, сколько вы прогнали по счетам. Есть много, куча миллиардных компаний, очень крупных, которые зарабатывают сильно меньше нас, потому что мы маленькие, но мы очень эффективные. Вот этот тренд, иметь небольшую команду, при этом высокорентабельную, высокомаржинальную, конечно, это очень здорово, очень круто. И вот я бы на вашем месте подумал, мы это активно делаем в своей компании, как нам делать больше валовой прибыли меньшим количеством людей. Маленький ликбез, валовая прибыль – это прибыль, которая остается в компании за вычетной себестоимости. Например, если вы закупили щебни на 1 миллион рублей, а потом продали его за 1 200 000, то, по сути, через ваши счета прогнали 1 200 000. То есть к вам 1 200 000 поступит предоплата, из них вы 1 000 000 отправите себестоимости поставщику. И 200 000 рублей будет вашей валовой прибыли, из которой падают зарплаты, налоги, дивиденды, аренды и так далее. У некоторых компаний валовой прибылью является вся оборотка. Например, как у нас. Мы услуговая компания, все, что мы продали – это наша валовая прибыль. Но если мы чем-то торговали, что-то перепродавали, особенно это в торговых компаниях, когда они что-то перепродают, вот там очень важно ставить цели и планы годовые не по обороту, а по валовой прибыли. Вот это интересно. Вот такие тренды 2021 года. Поставьте лайк этому видео, если они вам откликаются, если вы видите, что примерно туда и движется наш российский и зарубежный околороссийский бизнес русскоговорящий. Ну и было бы интересно, напишите в комментариях под этим видео, какой из этих трендов, на ваш взгляд, особенно сильно выражен в развитии предпринимательства в России прямо сейчас. И также напишите интересно, может быть, какие-то еще тренды видите, которых мы не обсудили, не назвали в этом видео. С вами был Михаил Гребенюк. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. И до встречи с вами, дорогие зрители, на нашем канале в следующих видеороликах. субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok